Дорогие зрители, каждый день мы говорим о том, что же происходит в мире российского и мирового шоу-бизнеса. К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что не обходится ни дня, чтобы не пришла скорбная весть. Каждый день мы рассказываем о непростых судьбах знаменитостей и звезд шоу-бизнеса, уходит творческая эпоха и уходят люди, которые через свое творчество воспитывали поколения. Одним словом, это были люди всю свою жизнь, посвятившие служению своей родине. Они до конца были преданы своему делу и навсегда останутся в сердце нашего народа. Последнее время Олег Басилашвили практически перестал выходить из дома. Олег Басилашвили, знаменитый актер и режиссер, который когда-то был на вершине славы, теперь вынужден ухаживать за своей слегшей женой. О том, что в дом артиста пришла беда, стало известно случайно. В последнее время актер редко появляется на публике, не дает интервью. Как оказалось, на то есть причины. Актеру уже 88 лет, возраст берет свое. Он то и дело жаловался на тяжелую болезнь. Правда, диагноз не раскрывал. Известно, что полтора года назад Олег Валерьянович перенес коронавирус. Сегодня сообщили, что от сердечной недостаточности он скончался в одной из больниц Москвы. Коллеги актеры считают, что роль Воланда, которую Басилашвили сыграл в сериале Владимира Бортко «Мастер» и «Маргарита», сильно повлияла на него. Актриса и режиссер Наталья Бондарчук поделилась своими соображениями на этот счет. Она думает, что роль сатаны подорвала душевное здоровье Басилашвили, отразившись на психике. Редактор субтитров А.Семкин